Идущие на базар приветствуют вас. How are you? А Сережа хотел спросить, как вы поживаете? Перевожу. Он вспомнил, что римский гладиатор. Короче, замешал. Значит, сейчас идем с вами на рынок. На турецкий. Будем опять продолжать выбирать чемодан. И мы его сегодня купим. Во-вторых, нам нужно сейчас еще в одну контору идти. Трансфер 24. Нам надо заказать трансфер. В аэропорт. Ну и потом картошки купим. Банально. Ну что, помчались? Смотреть цены. На все. Очень быстро мы дошли до рынка. С левой стороны будет большой... Большая палатка с чемоданами. Но мы сейчас сразу не будем покупать. Посмотрим сейчас цены. В несколько точек зайдем. Ну и, конечно же, эту аэроподушку. О, видите? О, сегодня что-то прям... Слушай, сегодня я прямо здесь прибыла. Ага. Я бы еще какую-то сумку такую купила себе удобную. Через плечо. Знаете, для документов. Бабочки, красок не заходим. Вот, чемоданы. Давай спросим, Серега, маленькие. Вот, допустим, он такой голубенький, такого плана. Чего он хочет? Сиреневый. Почему? Вон, хороший сиреневый, допустим. Вот. Я не хочу таким... Что не хочешь? Это я буду сегодня ходить, а не ты. Апельсиновый классный. Не, не нравится какой цвет апельсиновый. Пошла коса на камень. Давай черный с желтым. Куда? Что ты сказал? Видите, сколько чемоданов? Ну, это только... Кстати, нормально, это Климбер ферма. Нормальная. Если для себя посмотрю какую-то сумку. Удобную. Чтобы можно было запихать документы. Нет, только это большое. Зачем нам такое? Сколько он стоит? Сколько он стоит? Сколько. Нормальный? Ну, пойдем еще к тому, которого мы знаем. Еще один продавец. Ну, кажется, он такой расхлябанный. Нет? Сережа, узнай, пожалуйста, здесь стоимость у него. И что мы еще и зрителям сказали. Что ты разговариваешь? Я же не могу сейчас... А, это я просто тебе даю, как говорится. Задание, что узнать. Сейчас, друзья, мы узнаем, сколько здесь маленькие стоят. Сейчас вам скажу. Лера, погнали. Пятьсот килограмм. Пятьсот килограмм. Пятьсот килограмм. Сколько? Пятьсот пятьдесят. Пятьсот пятьдесят. Пятьсот пятьдесят. Видите, уже не шестьсот пятьдесят. На сто лир дешевле. Так, мы как бы только в первую точку пришли. Пойдем немножко дальше еще. Там еще к одному чувачку. Постояли мы здесь три минуты. Ну, как бы мне не очень качество этих чемоданов понравилось. Он уже нас догоняет и говорит, 400 отдам. Тихонечко такой, типа, 400. 400 – это вообще нормальная цена, но... Как бы... Вообще, поездки у нас не так частые, но... Есть шанс, что он развалится. Цена нормально. Да, мы хотим хороший такой. Знаете, как... У него телефончик. Да, сейчас мы пойдем к другому еще продавцу чемоданов. Мы его знаем тоже. С ним тоже. Ну, кстати, все же, давайте зайдем, посмотрим тебе... Ту самой ветровочки здесь сейчас распродажа. Сейчас посмотрим, что можно взять. Вот, вот такого плана вот у меня. Такая-то тоненькая. 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 Можешь какую-то, знаешь, легкую куртку посмотреть. Тоненькую такую. Не хочешь, надо? Да ладно, Сережа. То надо, то не надо. Вот такого плана, Серега, смотри. Вот она вообще крутая. Вот такая вот подстежка. Не хочешь посмотреть большую? Смей, есть вот мужские такие большие. Это тоже надо. Она как такая ветровка. Нараба, нараба. Спасибо, Бучук Сайс, Вай. Нет, наверное, нету, да? Да. Наверное, нет Бучук Сайс. Рада? Называется Рада? Правда. А, правда. Сколько здесь на распродаже? Надо спросить, сказать зрителям, кому надо, такие ветровочки недорогие. Правда, как-то не готовят. Я тебе отрежу ее, хочешь? Ну, это же не важно, ты рада, не рада. Это самое. Главное, от ветра, знаешь. Ладно. Пойдем. Это все тут в районе 10-15 евро они стоят. Недорого. Пойдем дальше. Мне еще нужна бейсболка. Вот такого плана хочу. Посмотри, вот эту. Маленькая нету. Вот эту, посмотри, айка. Зеленую? Какая разница тебе? Ну-ка, смотри. Ага. Это как рэперка. Надо померить меня и скажешь мне. Вот такую хочу, мне нравится. Ну, пофига здесь. Слуха, на ручку вырежем. А вот тут, вот эту, вот эту. Та же самая фигня. Не пошли под, 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 не правильно. Здесь я померю ее, если она нормально сядет. Видите, сколько всего тут все на лето. Рынок сегодня огромный. То, что было, допустим, месяц назад, и сейчас он вырос в два раза. Вот этот ряд был скудненький такой, а сейчас просто забитый всем. Очень много всего. Вещей, обуви, все, что хотите. Так, специи, как всегда. Посмотрим, ищем этого большого-большого продавца. Вот там еще дальше слева какой-то есть магазин. Видите, сколько всего? Один доллар, два евро. Шляпы. Шмотки надо. Шмотки надо. По-моему, вон он, Сереж, впереди. Я его вижу уже. Дядька. Такой нормальный тоже. Сейчас покажу вам его. По-русски говорит. Но нормальный. Нормального качества. По-моему, со Стамбула-то тащит. Мы в Стамбуле видели вот такую вот именно бренды. Так, чемоданы. Вот у него классные чемоданы. Давайте посмотрим. Вот эти какие. Прям вау. Хорошие. Смотрите. Даже пусть они по-чуть дороже, но с тем не сравнить, что он нам хотел предложить. Показываю. Сейчас приценимся. Разные-разные цены. Желтые. Не обязательно целиком. Не обязательно. Вот это целиком или такой? Какое-то такое? Вот такие самые-то левые. Терма. Лобла и слава. Это Северка. Качлира. Это Севернулов. 900. 900? Вот это прям самые такие, да? Дороговая. 800, если берем. Вот такого плана. Вон здесь мы зеленый вот этот. Вот этот. Такого плана. Нормально такой. Сколько? 800. Ага, маленький. Подороже. Новый этикет такой пришла. Это большой, нам надо... Нет, нет. Новый этикет пришла 1290 лет. 1290, да? Самый маленький. Средний размет 1590. Большой размет 1890. Еще 890 сейчас уже пришли. Видите, самые большие. 500 дарокранцам. Сумка для документов не хотела. Как какую бы выбрать? Сколько это отдает? 500. 500. Точно такой же там те, тот предлагал за 400. Ручка. Знаешь, вот эти хорошие брендовые. Еще посмотрим, что здесь еще есть. Кажется нам. А, у него тут еще... Вот мой голубой вот этот мне нравится. Вот этот хочу, хочу вот этот хочу. Сколько можно забрать? 800. Вообще, да? Хороший. Прям мне нравится вот этот прям цвет. Или вот тот вот, вот этот, нравится? Голубенький прям хороший. А, вот этот что? Под поло. Да, 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 да. А этот? Это модель? Спасибо. Это модель тоже? Такой же. 800? Под Бенеттон. Под Бенеттон, да, я знаю, это А. Вот этот мне прям очень понравился. Прям влюбилась в него. Видите, какой. А большой сколько стоит? Крайность она 1200. 1200. А этот 800? Этот сколько? 800. Кстати, пройдусь по сумочкам. Покажу вам. Вот у него нормально. Мне нравится все рынки. Мне нравится вот у него именно качество. У него и модели нормальные. Смотрите, какая прикольная. Мы Лизе такого плана купили. Пилей за 400. Скромненькая такая сумочка под гуччи. Блин, короче, не знаю, что делать. Дорого. Мне так этот чемодан понравился. Прям не знаю, что делать. Ну, прямо, прямо мое, вы знаете. Я прям, мне давит жаба и желание. Вот я не знаю, что победит. Не хочет, он не торгуется. Вообще никак. Просили, просили. Никак. Сейчас постоим здесь. Может быть, что-то еще нам торгует. Майкл Корси новые, смотрите, нормальные такие. Луи-Виттоны. Не знаю, для этих самых. Блин, ну, чтобы не написано было Луи-Виттон. Ну, это ж, знаете, вот, ну, соответствовать надо Луи-Виттону. Так оденешь куртку за 20 долларов и Луи-Виттон. Ну, конечно. Немножко не то. Тут везде одни бренды. Хотела что-то такое себе взять. Может, рюкзачок какой-то, знаете. Вот все они такие вот оляпистые. С этими, со всеми Карлами этими. Кларами. Нет, мне везде, конечно, рюкзаки. Ой, эти классные. Нормальная такая тоже сумка. Не куплю сумку, ничего страшного. У меня вот эта есть. Она тоже нормальная. У меня же документы все уложить. Ничего страшного. Муша золото просто. Говорит, Леночка, если тебе понравилось, я прям из всех чемоданов, которые я видела, вот этот хочу, прям не могу. Стою, все, мне уже просто уже... Ну, посмотрите, какой красивый, правда же? Вот этот. И он очень качественный. Прям обалденный. То есть видно нормально. Давай его, раскрою его, пожалуйста. Давай его посмотрим, как он внутри. Знаете, вот бывает такое. Ходишь-ходишь, ничего не нравится. А этот прям, прям кайфовый. Смотрим, какой внутри с вами. Да, нормальный. И внутри, видите, цивильный такой подкладон, такой нормальный, брендовый, фирменный. Все культурно. Между, да, надо и макбук положить, там все, и вещи. Это силикон, да? Смотрите, силикон, видите, то есть он... Не улыбается. С ним ничего не сделается. Это силиконовый. Силиконовый. Все можно и согнуть, и качественные колесики такие нормальные. И ручка хорошая. Ну что же, мы тоже чемодан покупали, дорогущий. У нас через две поездки тут все отломалось. Прям хороший. Я считаю, что... Да, вот как бы недешево, но... Мне кажется, надо взять. Ну, смотрите, меньше 50 долларов, если так просудить. Это получается 40 чем-то долларов он. А что это такое? Напись. Кто там, чей владелец? Фио. Телефон. Ну что, берем, друзья? Давайте возьмем. Ручка, посмотри, нормальная? Или тоже? Ну, хлипкая. Они все такие ручки, да? Да, да. Все, ребятки, у нас чемоданчик. Хороший, силиконовый. Хорошего качества. Они дешевые, фирменные. Я довольна. Мне теперь нужна бейсболка. Цвет очень нравится мне такой. Небесно-голубой такой. С таким приятным желтым. Что-то я в этом... В этом году у меня какие-то желтые мотивы все. Знаешь, у меня... Я все вроде не покупаю, у меня желтенького цвета. Так получается. Он не... Ну, не крикливый желтый. Он нормальный такой. Ну, знаете, летний цвет. Приятный. Все же тебе идет. Что, сейчас домой отнесем? Посмотрим бейсболки. Мне теперь как бейсболка нужна такая. Нормальная. Цивильная. И сейчас помчимся с вами в этот самый салон, где трансфер. Посмотрим, что они там предложат. Чтобы нас забрали где-то или отвезли. Ты ключи взяла от дома, да? От дома взяла? О чем? Ты считаешь, я не взяла Лиза в университете, а я вышла без ключей? Что могло быть? Так, я Сережа и тележка. Сейчас выходим с рынка, идем на Барбаросса. Сейчас пойдем в трансферную компанию. Потом вернемся обратно. Сейчас узнаем, сколько стоит трансфер. Ну, нам индивидуальный автобус не надо. Нам нужно какой-то общий достаточно. Здесь же общий трансфер, есть индивидуальный. Сейчас все вам скажем. Что, почем? И где покажем это? Если нормальная контора, покажем где. Недалеко здесь у нас. Наверное, метров 300-400 пройти. Вот мы подходим, видите, ремакс-трансфер. Вроде начиталось отзывов нормально. Сейчас мы узнаем, сколько стоит нас отвезти туда. Прямо напротив Атом детский развлекательный центр, Атом Карфур. Вот он, ремакс-трансфер. Пойдем узнаем, по чем опиум для народа. Нам сначала трансфер, а потом аптечка. Сейчас узнаем. Смотрите, значит, если вы заказываете в общем трансфере, да, в общем трансфере, значит, стоит 250-1 человека. И этот трансфер выходит, они берут ваши билеты и смотрят примерно на какое время. У них есть несколько этих рейсов. И они смотрят на ваши билеты и уже под вас подстраиваются, забирают вас прямо с дома. Завтра мы с вами вместе проедем и посмотрим качество. И все, договор с ними заключили, оплатили на 2,500. Все, прямо до аэропорта довозят. Так что нормально. Локацию я вам скину. В принципе, это очень хорошая, нормальная цена сейчас. Все, прямо к аэропорту. Так, все, определились мы с трансфером, все нормально. Ну, пока, по крайней мере, по крайней мере, все хорошо. Очень все быстро и без проблем. Сейчас в аптеку зайдем, купим кое-какие лекарства, дорогу. Тебе нужна... Возьмем про запас, Сережа, таблетки, поддерживающие давление. То, что он постоянно пьет на постоянной основе. Может, ты возьмешь себе еще эти витамины, витамин B? Не хочешь ли мы там купим? Да, кстати, все еще открыт наш, как говорится, челлендж. Куда летим? Пишите, пишите, кто что думает. Мы улетаем за пределы Турции, сразу говорю. В Стамбул мы, к сожалению, в этот раз не летим. За пределы Турции. Так что пишите, кто что думает. Куда мы летим с Сережей вдвоем в этот раз. Буду ждать ваших комментариев. Кстати, очень много всяких платьев интересных, таких летних. Мне сейчас не надо, но по приезду, может быть, я зайду смыть, какие классные платья. Интересно. Да, вообще обалденно. Ну да. Смотри, какое классное зеленое. Лена любит яркие-то она. Что ты мне опять вот это серое предлагаешь? Смотрите, сколько оно стоит. А? Тут все яркое. Смотрите, всякие варианты на пелы. Так, зашли чисто. 300 лир. Смотрите, какая кофточка симпатичная. Смотрите, 300 лир, Серега, какая классная. Я бы такую взяла. Под какие шлепочки? Под любые. У меня их еще нет, а он просто говорит, под шлепочки. Слушайте, ну нормально. Я сюда зайду, я здесь что-нибудь намеряю. Да. Мне вот это нравится. Вот это. А к ней еще и штаны есть, гляньте. Вот такие есть. Не, я здесь однозначно сюда зайду, я здесь замерю. Что-нибудь интересное. Слушайте, по домам у нашим. Кто любит такое на лето, смотрите. Какие яркие вещи. Ой, Сережа, она такая плотная. Ну, она как бы неплохая, но такая плотноватая достаточно. В общем, девочки, здесь есть большие размеры. Кому что надо. Сейчас я покажу, как он называется, этот магазин. Вы видите, там тетю вот эту вот, как это, с кругами под глазами. Заходите. Кому надо, такие яркие, есть же кто любит, правильно? На лето, посмотрите, какие платьишки. Есть еще зеленый вариант. Ага, ага. Я прям, мне нравится, 300 лир стоит. Прям такой натуральный материал, приятный. На кожу. Смотрите, вот такие есть. Вот рубашка. Ой, прям обалденные. Турецкие. Мне нравится. Вот мой цвет. Цвет. Мой цвет этим летом. Вот он. Вот этот, вот этот. Вот этот, это слишком я буду. Это слишком, слишком я яркая буду. Нет, это надо пододевать еще такие тоненькие лосиночки. ХБшные. Слушайте, ну все прям очень яркое. На лето прям хорошо. Так, сегодня мы не это самое, но имейте в виду, если что. Вот Атом, видите, детский торговый центр. И вот магазин, как он называется, сейчас я вам скажу. Магазин Онэн Шоп. За ним сразу вторничный рынок. Вот рядом с вот этим магазином белья. Вот этим вот. Ну кому надо летние такие яркие вещи. Красивенькие. И очень хороший материал. Материалы нормальные такие, не синтетика. Сережа говорит, мне интересно живем. Вон люди сидят, опероль пьют, шприц. Сережа говорит, мы ничего не пьем, мы скучно живем. Давай хоть пиво выпьем. Я говорю, ты что? Выпил пиво, весь день свободен. В чем пиво? Пиво. Ты хотел пиво только что? Благородный напиток. Благородный? Ну да, в какой-то степени. Так, все, возвращаемся на рынок. Дальше наши дела делаем. Два дела мы уже сделали. Остались еще маленькие дельца. Что мы делать делаем? Да, мы не купили подушку и мне бейсболку не купили. Мне нужна очень этот солнце. Голову напекает. Сейчас все равно купим. Я хочу вот тут, она плохо сшита, Сережа говорит. Ну ладно, сейчас мы выберем. Еще картошку купить. Так, клубника по 30, киви 30. О, смотрите, уже 30, Серега. Давай, Лиза все просит, просит. Цена понизилась. Возьмем на обратном пути. Шелковицы, вон, смотрите, алыча появилась по 50, кислая. Сливка такая зелененькая. О, смотрите, уже пока мы, это, 70 лир абрикосы, поняли? 25 груши, 25 кукуруза. Так, сейчас мы встретимся с нашим другом. Другой Богданом, у нас где-то там в оливках должен ждать. Прошвырнемся вместе. Помидорки черекра прекрасные, по 15, смотрите, как хорошо. Перец красный, такой красивый, 25. Помидор завал, а там бомба написано, понимаете, по 30, по 20. Соседа по 15, точно такие же. Картошка уже 20. Ага, понимаете, что дефицит картошки сказывается. Да. Так, картошки надо килограмма 3. Лука и фруктов каких-то. Лизе там шелковицы купим. Ну, потом она сама выйдет себе купит, что ей надо. Ну, сейчас мы ей наберем там всего, чтобы ей до следующего базара хватило. Дыни по 40, 30 киви. А, тут 30 киви, да. А там тоже 30, да, везде. Ой, такое свекла, такая свеженькая, 30 апельсиновые, уже все. Скорее всего, это привозные, да. Смотрите, какая свеколочка прям. По 30. Так, значит, арбузы по 20. 20. Еще мы арбузы не пробовали, но смотрите, какой треснутый. Прям красиво. Красиво треснутый. Зелени завал. Так, идем искать Богдана. Бадя, выходи. Где он? Должен нас где-то тут ждать. Ой, прям сегодня мне нравится базар. Сука, всего появилось. О, здрасте. Вот, видите, по нашему, по нашему совету. Человек сам себе сплел. Богдан приобрел авоську, видите? Сплел. Сплел. Своими ручками, с Любой вместе. И Любочка. Надо проживать. Идет Любочка. Слушай, прямо если сам сплел, так это прямо, ну, очень... Бананчик подарили. Подарили банан. Так, вот. Авоськи построили, подарила бананчик. Ясно. Ну что, прогуляемся. Картошка нынче дорого стоит, дефиците. 25 лир, по-моему, уже. Я бы А101 дешевле брал. Да. Так, значит, три десятка яиц. Здравствуйте. Здравствуйте. Так, 67 лир. Это самая, как говорится, недорогая цена из всех магазинов. Все, что мы видели. Какая-то нам больше не надо. Лиза это не ест. Она там... Картошки купили. Картошка 20 и 25 лук уже. 75 лир вышла только картошка и лук. Это когда такое было? Не помню. Мне раньше на 75 полную тележку набивали всего. Ну, что делать. Сеточка, говорит, классная. Все наши зрители. Видите, теперь с авоськами. Давайте тренд красок же. Все с авоськами. Кто с авоськами, те, значит... Это не красиво сказано. Это очень красивая сумма. Да, супер, супер. Макраме. Смесь с морскими узлами. Натуральный. Картон. Картон. Кдам купил вяленые томаты. А что ты с ними делаешь? На что? Ну, Люба что-то готовит. А, готовит? Да. Надо узнать будет, что Люба готовит с этих вяленых томатов. И что, применение никак не могу найти. Так они очень жесткие, очень жесткие. То есть они как, знаете, леденцы помидорные. То есть их жевать невозможно. Ну, посмотрим, что Любочка с ними готовит. Спросим, в том я вам расскажу. Шелковицу нашла по 20. За шкурку взяла две штуки. Вот, две штучки взяла. Две этих. Тут такая шелковица вкусная. Вот, действительно, тутовник. Тутовник, шелковица, это одно и то же. Берите, покупайте, пробуйте. Она просто, она гигантская, огромная. Она сладкая очень. Так что, покупайте. Вот, сейчас она, кстати, понизилась в цене. Везде по 30, я по 20 нашла. Так, что еще вам посоветовать такого? Вкусненького здесь местного. Ну, вот это все, конечно, тоже. Все свежее, все хорошее. Но уже, видите, уже укроп 10 лир стоил. Раньше он стоил 3-2 лиры. Сейчас 10. Ну, все на мелочах, на мелочах. Получается. Капуста разная, какая хотите. Есть и цветная, и какая белокочанная, и какая хотите. Арбузы не знаю, кто пробовал. Напишите, пожалуйста, что нету никаких последствий после арбузов, после этих. Мы вот как-то боимся с арбузами иметь дело. Пока. Сереж, по 20 нашла шикарную шелковицу. Аккуратно сложи. Это самое, не купила перец. Пойдем, все, не хочу больше ничего. Лиза просила шелковицу, я и все купила. Еще мы не выполнили все, что хотели. Нам еще надо. Я еще на вещевой мне надо. На вещевой пошли на вещевой. Я из шелковицы не пойду, наверное, домой надо. Хорошо. Вы можете сделать? Да, домой, я это буду. Вот, по 25 возьмем. Возьми мне вот 3 таких вот перчины нормальных. Вы верите здесь на большее или на суп? Нет, мне все равно. Возьми за 15. Мне на суп надо порезать. Мне все равно. Вот, собственно, и все. Бурячка взял, да? Возьми 3 штуки. Кстати, вот Богдан берет по 15 нормальные черри. Сейчас, секунду. В каком-то ка? Ну, короче, мне нужна вот такая вот бейсболка прикольная на лето. Если вот, смотрите, я эти волосы сюда убираю, получается нормально. Или черную взять. Это специально такой поширит. Тебя она сзади вот тут. Вот так, как фриц. Все, купили вот эту вот, вот эту салатовую айку, ну, типа под нее. 120 лир, ну, вышло. Из всего рынка, вот мне больше всего она понравилась. Потому что таких вот в одном месте только. Кстати, и кому надо, вот такая вот. 250 зарядил. 250 сразу зарядил, за 120 забрали. А вот для них? Кому нравится такая вот, значит, напротив шока стоит. Чувак, у него эти айконы лежат. Нормально, она внутри прошита там, с этикетками, все нормально. Не знаю, качество мне понравилось. Сейчас покажу вам. Смотрите, с голограммой, смейте, внутри она нормальная. Такая прикольная, летняя. 120 лир можно его уболтать. Напротив шока. Это вторничный рынок. Так еще, тут мы не смогли сторговаться. Хотя сумочку взять себе другую, чтобы документы, для документов. Они сейчас в эйфории, да. Не хотели сторговаться. Он зарядил 500, потом на 400 сбили. Но эти сумки есть везде, я ее видела. Поэтому сейчас мы пойдем к тому чуваку, которого мы купили чемодан. Я точно знаю, что он из Стамбула возит нормальные у него качества. Вот. И сейчас попытаемся там. Такая расхожая модель. У него самые дорогие цены, на самом деле. У него самые дорогие, да. И он вообще не гнется. Он нам не... Он такой хитромудрый. К нему хорошо приходит зимой. Прогибается. Угу. Так, сейчас, короче, да. Сумочку и, в принципе, единственное, что я не нашла, это подушку. Нигде нету. Просто нету. От слова совсем. Ну, еще мы на заправке посмотрим. Возможно, там где-то найдем.